Проктос Анастасия и Егор ото всех уединились навсегда, оставив двор, сказать не берусь, но старушка Маруся, хоть пожила и немало, а в быту помогала, то готовка, то стирка, то заштопать дырку, то сусеки скрести, то хату мести, у Настасьи у той тоже дел с головой, хоть и со всей душой, а хозяйство большое, И Егор Стрелец удалой молодец, сын Федота, не сидит без работы, живет на воле, с рассвету в поле, то пашет, то жнет, в общем спину гнет, и детишек у них двое, близнецы, вот чудо какое, похоже как два горошка, Сонька да Тимошка, вот так они и жили, а былом не тужили, всем обиды простили, дедка растили, Ну, тут, как говорится, должно что-то случиться, иначе нашему сказу не суждено получиться, так и есть, к обеду, а дело было в среду, коротко говоря, прискакал гонец от царя Ты, говорит солдат, вот тебе мандат, едешь за океан на остров Буян, Егор опешил, за каким лешим, читает в мандате, а там нате По указу от числа, в роли нашего посла, ты, Егор, отбыть обязан, на Буян обитель зла, дабы энта, как бы зло, нас затронуть не могло, и вообще по всей планете шибко сильно не ползло Их правитель, старый Джон, дюже лезет на рожон, утверждает, что полмира скоро задавить должен, срок тебе на сборы день, посвежей портки надень, и на месте разберися, что это за древедень Ускакал гонец, сел на лавку стрелец, сидит невесел, башку повесил Настя, что кручинишься, Егор? Загоняй саху на двор, делать нечего, похоже, надо ехать за бугор Егор, времени у нас в обрез, ты в родимой славке слез и решил, с семьей поедешь на задание, а ли без? Егор, да какой я дипломат, я ведь раньше был солдат, а теперь вообще крестьянин, ну на кой мне себе мандат? Там же нужно докой быть, политессы разводить, я боюсь, моих познаний может явно не хватить Настя, ну так мы с тобой семья, может на что сгожусь и я, разберемся, чай у них там тоже хватает, дурачья На то мы порешили, а так как дюжа спешили, в заморские дали, деток пока брать не стали, собрались, простились и в дорогу пустились Сколько их в повозке шатало, сколько их по морю болтало, сосчитать, возможно, едва ли, да и незачем это детали Но однажды в субботу рано, добрались они до буяна Докуда, видать, дома высоченные, улицы широченные, а заморский народ, ну не то, чтобы урод Но понятно слабо, где мужик, где баба, где старик, где подросток, разобрать непросто И вот в антихлицах, как у нас говорится, надо разбираться, а куда деваться Ну, пока Егор с Настей в новом дому размещался, в кабинете у Джона совет совещался Дикари дикарями, а зовутся секретарями Секретарь по кормлению Билли, секретарь по внутренней этике Вилли, секретарь по внешней политике Тонни И только старого Джона нет на троне Ему руководить советом, а он плохо соображает, где он есть при этом Потому ему во всем помогала его заместитель по имени Камала Камала Дорогой правитель Джон, ты бумажкой снабжен, и в президиуме места ты занять теперь должен По дороге не споткнись, носом в тумбу не уткнись, действуй строго по бумажке, не спеши, не суетись Взял Джон бумагу, сделал четыре шага, на ходу запнулся, носом в тумбу уткнулся Хотел было уже назад возвращаться, но передумал, решил совещаться Уважаемый совет Ежели возражений нет, я бы хотел насчет финансов услыхать от вас ответ Да такой, чтобы в нем был толк Ведь у нас же танков полк и при этом за кордоном полутриллионный долг Вездесущая страна зарабатывать должна А у нас по этой части главным образом война Так что, Билли, изложи, сколько и какой маржи мы получим, на какие претендуя рубежи Билли Я вам так скажу пока Мы растеряны слегка И лежит пока на пузе наш мощнейший ВПК Там, конечно, где могли, мы конфликты разожгли Только это разве пламя? Так не пламя, а угли Чтоб пошел большой навар, нужен подлинный пожар А у нас какой-то нигер и какой-нибудь катар Голодранцы, шо с них взять? Как не плюнь, то кум, то взять Там же развернуться негде, а не то, что воевать Так что без большой войны мы, пожалуй, до весны Вряд ли, так сказать, дотянем, хоть, конечно, и должны Джон Да какая тут весна? У меня ж пустая казна Как я буду избираться? Мне ж компания нужна Славный будет демократ Ежели мой электорат неравен сейчас разузнает, сколь на мне висит растрат И распустит энту весть А опасность энта есть, тут не то, что избираться, тут бы как в тюрьму не сесть Камала Уважаемый патрон, ну к чему подобный тон? Ты же в праймере сегодня первый претендент на трон Мы же за тебя горой, ты ж какой не есть герой, хоть и плохо соображаешь, как зовут тебя порой Ты же глыба, ты ж колосс Так что ты не рви волос, а переверни бумажку и давай другой вопрос Джон На повестке дня у нас Есть запрос в глубинах масс Полного объединения всех родов, полов и рас В этом деле мы сильны Но потенциал страны позволяет много больше, что и сделать мы должны Мистер Вилли, ваш доклад я услышать буду рад Ежели можно покороче здесь, и так уже все спят Вилли В свете шеф последних дней К ним, к нему, а также к ней Предлагаю обращаться Население, так вернее Ежели, скажем, взять меня Я уже совсем не я Я уже не мистер Вилли, откровенно говоря Джон Ты меня не путай, Вил Ты ж вчера в штанах ходил Отчего ты ночь в юбке что-то я не уловил Я ж не конченый дурак Это новомодный знак, или ты одно не будешь Миссис Вилли, али как Вилли Ежели точно говорить Чтоб полнейшей миссис быть Мне бы пару раз к хирургу надо бы еще сходить А пока что статус мой социально-половой Как бы гендерно-нейтральный То есть как бы никакой В нем сказать не побоюсь Есть для нас огромный плюс Я приняв подобный статус С ретроградами борюсь Джон В этом статусе твоем Несомненно есть подъем Либерального сознания Но однако где-то в ем Есть один большой изъян Мы ж потомки обезьян Нам же нужно относиться к обезьянам Как к друзьям А у них на этот счет Свой имеется расчет Обезьянам этот статус вряд ли шибко подойдет И они уйдут в леса То-то будут чудеса Ты мне что ли обеспечишь Обезьянам голоса А без них без голосов Мне в тюрьму и под засов И другого нет решения Для склонения весов Камала Не печалься гегемон И пойми Она и он Это в сущности условность Лингвистический канон И при том при всем окно Хоть светло в нем Хоть темно Не являясь днем и ночью Именуется оно Превратив в оно народ Мы получим средний род В этом виден безусловный Перспективнейший подход Население давно Место знать свое должно И являться средним родом Именуемым оно А до выборов у нас Все ж полгода А не час Так что ты не беспокойся На предмет лояльных масс Тут тебе сплошной респект И давай другой аспект Действуй строго по конспекту У тебя ведь есть конспекты Джон Мы наткнулись на предел В состоянии внешних дел К ним бы тоже прикоснуться Я бы так сказать хотел Чтобы в принципе понять Что мы можем предпринять На кого и как наехать Чтобы лицо не потерять Тони Ты большой мастак В обустройстве внешних драк Изложи нам перспективы Что к чему Зачем и как Тони Уважаемый совет Никаких сомнений нет Что давно лежит на пузе Наш овальный кабинет И причина тут одна Нам вот так нужна война Но желательно в сторонке И по факту не одна Самый лучший вариант Чтоб какой-нибудь гигант Вдруг подвергся нападению Потерявших разум банд И их найти проблемы нет Ежели суверенитет Ентихбанд Купить сумеем Мы за пригоршню монет То конфликт не разрешим Бьется маленький с большим Мы ему свою поддержку дать Конечно поспешим А закончатся одни Мы других найдем сродни Дураков на свете много Знай на танке Их гони Джон Дураки допустим есть И положим их не счесть Только нам от этих действий Как бы в лужу не присесть Ведь гигантов почитай Мы Россия и Китай Это же ядерная держава И ты маленько суть хватай То нет Гегемон не обессудь Но ведь в этом-то и суть Мы не можем напрямую Конфронтацию раздуть Потому как в сей же час Нету их и нету нас Очевидно этот метод Не найдет поддержки масс А для прокси Для войны Мы считаем не нужны Только что за нитки дергать И глядеть со стороны Потому такой подход Нам сулит поднять доход И ослабить конкурентов Дураков пустив в расход Джон Что ж Положим сей расклад Не несет огромных трат И на их обеспечение Мой пойдет электорат Но с обратной стороны Для поддержки всей страны Информационный повод И причина нам нужны Камала Не изволь переживать Повод долго ли искать Взять трубу у оппонента И тихонько подорвать А потом сказать в ООН Что всему виновник он Дескать он самоподрывом Всем нанес большой урон Что нам повод не найти И закрыть ему идти Все финансовые потоки И торговые пути Мы лишим его всего И оставим одного Так как Запад прогрессивный Отвернется от него Джон Коль весь Запад Это да План хороший господа Кто у нас посол России Привезти его сюда Разыскали Егора И для разговора С официальными лицами Велели явиться Егор Настя, друг мой дорогой Я сегодня сам не свой Может ты отложишь глажку Прогуляешься со мной Вместе право веселей Слушайте этих кренделей Ну а коль совсем не можешь Хоть стопарик мне налей Настя Ты не дергайся, Егор Не тупи до полувзор Раз желают разговора Так иди на разговор Хоть ты и в чужом краю Гни политику свою А стопарик, если хочешь Я тебе потом налил Не ждал Егор такого расклада А что делать, идти надо Надел портки, побрился И на совет явился Добрый день, честной народ Кто тут главный сумасброд Кто тут хочет бросить камень В наш российский огород Я хоть не готовил речь Но хочу предостеречь В этом мире нам совместно Мир желательно беречь Джон Энто верные слова Докопаешься едва Коль никто не нарушает Суверенные права Мир беречь и я бы рад Но в народе говорят Будто ваш российский лидер Нифига не демократ В том опасность видим мы Наши лучшие умы Нам толдычат об угрозе Наступающей зимы Наши верные друзья Европейская семья Могут так сказать замерзнуть Без российского сырья А у вас в глубинах вод Ваш лихой подводный флот Подорвал себе зачем-то Личный свой трубопровод И теперь природный газ Не течет уже от вас К вашим так сказать соседям Порождая ропот масс Егор Я тебе отвечу так Был бы я совсем дурак Я быть может и поверил В объективности этих врагов Но поскольку я пока С головой дружу слегка То скажу Твоя догадка От реалий далека Ну какой же идиот Да еще в глубинах вод Станет сам себе в убыток Свой взрывать трубопровод Он же прибыль в меру сил Кое-какую приносил Так что энтим утверждением Ты брак чушь провозглавил А вот вам его подрыв Все концы о том сокрыв Очень выгоден Ведь он вам как на заднице нарыв Джон Я тебе сюда позвал Чтобы ты отчет давал В том что твой руководитель Энту штуку подорвал А не с тем чтобы ты нахал На меня рукой махал Я тут главный кальдосели Ты об этом не слыхал Так что ты себя блюди И давай уже иди В этот раз считай отбился Значит следующего жди Ушел Егор Совета Ошарашен где-то Чувствуя напряжение В международных отношениях А дома полна чаша Ищи и каша Огурчик соленый И пирог слоеный Казалось бы жить себе Наслаждаться так нет Ищут супостаты До чего докопаться Снял Егор шапку Сел на лавку Молча сидит Стало быть грустит Настя Ешь Егорушка дружок Вот зернистый творожок Вот с индейкой кулебяка Вот с цыпленком пирожок Как прогнать печаль твою Хошь станцую Хошь спою А не хошь для аппетита Я тебе рюмочку налью Егор Настя впору ли танцевать Энтот Как его назвать Гегемон Его в качелю С нами хочет воевать Ищет повод старых рыч И несет такую дичь Что и будучи в маразме Затруднительнее достичь Будто наш подводный флот В глубине нейтральных вод Подорвал себе Зачем-то личный Свой трубопровод Что с ним делать Как с ним быть Я ж не мастер говорить Может мне в порыве страсти Взять его да задушить Настя Ты Егор не торопись С пониманием отнесись Он же старый маразматик Что ему Сиди трясись В понимании моем Дело тут совсем не въем Тут Егор имеет место Стратегический прием Им же важно В этот раз Пробудить волнение масс И на нас не нападая Так сказать Ослабить нас Так что ты Егор Держись Тут не просто все Кажись А пока место Выпей рюмку Раздевайся И ложись Егор выпивает рюмку Ложится и засыпает Настя пишет письмо Запечатывает его в конверт Тихо хлопает в ладоши Откуда ни возьмись Налетает стая диких гусей Настя Огонь горит Вода течет То ли нечит То ли чет Отнесите-ка Маруси Мой секретнейший отчет То ли будет То ли нет И доставьте мне ответ Только помните Что это Наш с Марусию секрет Гуси подхватывают письмо И уносится прочь На другой день Чуть свет Уже заседал кабинет Сидели Не начинали Старого Джона ждали А он спит Как ни в чем не бывало Будет его Камала Камала С добрым утром Гегемон Извини что порчу сон Но тебя ждут в кабинете А тому мешает он Так что ты уже вставай Синий китель надевай Вот держи тебе шпаргалка Иди рулей давай Встал Джон Оделся В круг себя огляделся Вспомнил кто он есть Пошел к трону Чтобы сесть Чуть-чуть не дошел Уперся в стол Хотел было уже назад возвращаться Но передумал Решил совещаться Джон Господа я очень рад При наличии преград И отсутствии условий Видеть вас как демократ Как приверженец пути По которому идти Я б хотел еще лет восемь Но не менее шести Потому прошу у вас Без излишеств и прикрас Доложить мне про лояльность Всех электоральных масс Билли Массы делятся отец На волков и на овец Но и в той и в этой группе Все предчувствуют конец Потому как внешний долг Зубы скалит словно волк И навряд ли от эмиссии Будет хоть какой-то толк Ежли раньше каждый цент Мы давали под процент То теперь у контрагентов Зазвучал другой акцент Ежли скажем контрагент За рубли купил цемент Мы теряем на процентах Ведь ему не нужен цент Джон До чего же мы дошли Как вы допустить могли Чтобы наши контрагенты Торговали за рубли Чтобы выжить Мы должны стричь процент С любой страны А выходит наши центы И мы даром не нужны Это же какой народ К нам на выборы пойдет Ежли мы не в состоянии Обеспечить им доход Так дойдет и до того Что меня же самого Могут свергнуть Коль не будет пострашнее Еще чего Камала Ты не бойся гегемон У тебя же в руках закон Вот и действуй по закону Все равно что дышло он Ты нагни его туда Где никто и никогда Не посмеет возмущаться Поддержав тебя всегда Избиратель он хорош Коли ты с него возьмешь Не один положим голос А два-три ядрена вошь Тут весь смысл в том Как счесть Не прими совет залезть Но считать мы сами будем А у нас тут опыт есть Джон Коли так Идем вперед Смотрим что у нас тут Вот Как идет процесс смешения Населения в средний род Я положим Как они Речь сейчас не обо мне Станут скажем Размножаться Представляю не вполне А для статуса страны Чтобы были мы сильны Как никак Размножаться Наши граждане должны Тут имеет место быть Парадокс его Етить Мы же не можем Населению Размножаться Запретить Вилли Нам важнее всего понять Что желая усреднять Мы скорее всего Не сможем Демографию поднять Но зато при этом всем Мы другим пример несем Изоблудшие народы В перспективе мы спасем Я уже сказать могу Что и другу И врагу Мы предложим в виде знака А скажем Радугу-дугу И под энтой Под дугой Будет мир уже другой Надо лишь принять решение И обратно не ногой Джон Что ж Положим это так Радуга Прекрасный знак Чтобы под своей дугой Весь объединить бардак Но иначе посмотрев Всех на раз переодев Мы рискуем вызвать в массах Социальный перегрев И они не ровен час С пьедестала скинут нас Мы ж чего не понимаем Ждать от перегретых масс Камала Гегемоша Дорогой Не сучи своей ногой Успокойся ради Бога Это же подход благой Сам суди Любой народ Обличенный в средний род Не способен размножаться Так какой с него приплод Мы приняв такой расклад Вмиг сотрем Любой уклад Золотого миллиарда Получая шоколад Все же прочие враги Размножаться не моги Хоть под радугой дугой Хоть без радуги дуги Демография замрет Мы же двинемся вперед Поворачивай бумажку Что еще нас нынче ждет Джон Если я поверх всего Не попутал ничего Значит темы на сегодня Так сказать уже того Нет пардоните Проглядел Состояние внешних дел Нам доложит вкратце Внешний политический отдел Тони Кабинет Камала Джон Я признаться вам должен Наш проект мироустройства Вдрызг врагами искажен Я хочу напомнить всем Что в основе всех систем До сих пор работал принцип Обесцененный совсем Ежели раньше наш диктат При наличии затрат Был вполне для всех удобен То сегодня не хотят Мы и эдак Мы и сяк Но запал у нас и сяк Жить своим умом по жизни Нас послав желает всяк Гегемон и господин Я дожимше досидин В ситуации с господством Вижу выход лишь один Всех поссорить Всех столкнуть Из блохи слона раздуть И ослабив конкурентов Преимущество вернуть Джон Что ж Допустим ты не врешь Но обманешь Но столкнешь Всех положим Перессоришь На корню ядрену вожь Только тут другой вопрос Наш же будет виден нос Как бы этот самый кризис В мировой не перерос Мы ж привыкли управлять Заявление заявлять Как бы нам самим в итоге Не пришлось зубов вставлять Я и так уже не нов Мне уже под сто годов Как я буду избираться Прямо скажем без зубов Камала Что ты что ты гегемон Ежели не считать ворон Нам никто нанести не сможет Стратегический урон Мы же тут в стороне В океане как в броне Потому мы будем пешек Провоцировать извне Так что милый не серчай Но на всякий случай Выдели нам часть бюджета На печеньки и на чай Джон Чай с печеньем Оттина Я не понял на хрена Вам на энту бакалею Инвестиция нужна Что у нас печенья нет Вон бери батон багет Я не понял Может в энтом есть какой нибудь секрет Камала Тут правитель как взглянуть Ежели просто То отнюдь Но однако Чай с печеньем Могут и войну раздуть Ежели скажем В этот чай Незаметно Невзначай Подмешать какой-то дряни Вот глядишь Уже случай И отправить за моря То есть проще говоря Чай с печеньем Много слаще Киселя и сухаря Вот и пусть попьют чайку Мы же будем на чайку И когда они сдуреют Просто выдернем чайку Джон Чай с печеньем Энто да План хороший господа Где у нас посол России Привезти его сюда Разыскали Егора И для разговора С официальными лицами Велели явиться Егор Настя, милая моя Не в себе сегодня я А меня для разговора Ждут вчерашние друзья Прогуляешься со мной Типа я пришел с женой Может быть они не станут Нам с тобой грозить войной Настя Ты, Егор, не морщ лицо Выйдем, милый, на крыльцо Я сегодня от Маруси Получил письмецо Только тут в хоромах ведь Ежели тщательно смотреть Есть у стен глаза и уши Так что лучше перебдеть Пишет матушка твоя Что восточные друзья После подлого подрыва Жаждут нашего сырья И дает прямой отчет Гастаперя к ним течет Что естественно Проблемы за собою повлечет И на фоне этих дел Внешний вражеский отдел Провокацию готовит Чтобы ты не проглядел Так что приходи в себя Действуй тихо, не грубя По возможности корректно По возможности любя Добивайся своего И не бойся ничего Бог не выдаст А скотина Не сожрет, скорее всего Как ни крути А делать нечего Надо идти навстречу Надел Егор портки Побрился И на совет явился Егор Добрый день Честный народ Звали Я явился вот И решительно настроен Я на мирный переход Потому как вам тут жить Чем границы сторожить Вам же выгоднее С нами Помаленечку дружить Джон Это правильный подход Я сказал бы Мирный ход Всем нам важен Как скорейший Позитивный переход Не пытайся возразить Чтобы перезагрузить Нашу дружбу Чай с печеньем Мы хотим вам отгрузить Егор Ваш подход Бесспорно мил Данки Тронут Оценил Но на кой нам Чай с печеньем Что-то я не уловил Джон Как же Ведь у вас в стране Вся продукция извне Мы смиренно Не желаем Оставаться в стране Наша миссия Проста Груз доставив На места Мы как будто С вами снова Поцелуемся в уста Егор Не хочу тебя гневить Но осмелюсь заявить Мы могем себе И сами Всю продукцию Уявить Мы же аграрная страна Мы же одного зерна Производим Между прочим Мягко скажем До хрена Мы же лишь Для варки щей Столько тратим овощей Что тебе при всем желании Не понять таких вещей А сыров и молока Их у нас до потолка Ты родимый свой источник Контролируй хоть слегка Так что Сорри Гранд мерси Чушь особо не неси Нам не надо Чай с печеньем Есть продукты на Руси Джон Значит ты Егор опять Гонор свой Решил являть И моею добротой Дерзко злоупотреблять Я ж позвал тебя сюда Чтобы ты ответил Да У меня ж Печеньем с чаем Все загружены сюда И куда его девать По карманам Рассовать Мне иначе как Димаршем Твой ответ нельзя назвать Егор Так проблема никакой Ты ручонки успокой Может быть Все эти снеди Взять решит сосед какой Ваши верные друзья Европейская семья Очень даже могут Клюнуть на халявные чая Ты особо не гадай Все до кучи им отдай А иначе им зимой Знай сиди и голодай Джон Я б хотел тебе просить Нас особо не бесить И тебе вообще на выход Я хотел бы попросить Но на будущее знай Что печенье и чай Это был последний Мирный подвернувшийся случай Ушел Егор заседание Обдумывая задание Вроде бы и отбился А радоваться не торопился А дома полна чаша И щи и каша И бульон с яйцом И хрен с холодцом Казалось бы Жить себе наслаждаться Так нет Ищут супостаты До чего докопаться Скинул Егор жилетку Прилег на кушетку Ногой качает Стало быть серчает Настя Ешь Егор Соколик мой Вот рогалики с хурмой Вот сибирские пельмени Хош с салатом Хош с долмой Не печалься Не серчай Хочешь чаю Есть и чай А не хочешь Можно рюмку хлопнуть Раз такой случай Егор Настя Милая моя Некудышный Видно я Дипломат Переговорщик Откровенно говоря Мне тут Ихняя голова Ноту не всучил Едва Так как я По их понятиям Дюжа дерзок на слова Он нам чай Хотел всучить И печенье Чтобы мочить Я сказал Что гегемону Впору голову лечить Настя Не печалься Голубь мой Руки с пемзою Помой Выпей рюмку Раздевайся И ложись На покой Егор выпивает рюмку Ложится И засыпает Настя пишет письмо Запечатывает его В конверт И тихо хлопает В ладоши Откуда ни возьмись Налетает стая Диких гусей Настя Огонь горит Попал под лошадь Там и застала Его Камала Камала Дорогой правитель мой Слава богу Ты живой Что ж ты ходишь Где попал Околи не дружишь С головой Как давление Ежели гуд Так тебя уже все ждут Может ты родной Изволишь не валяться Больше тут Время жмет Поторопись Поднимайся Отряхнись Ознакомься Со шпаргалкой И к правлению вернись Встал Джон Отряхнулся Вкруг себя оглянулся Вспомнил Кто он такой Решил управлять страной Дошел почти до кабинета Вдруг видит Дверь туалета А таблички на ней нет Но он и пошел в туалет На силу назад вернулся В дверях опять навернулся Хотел было уже назад возвращаться Но передумал Решил совещаться Джон С добрым утром господа Как добрался я сюда Я признаться плохо помню Но да это не беда В нашем деле важен такт Я же тут И это факт Сам же факт перемещений Это демократия Я хотел бы наш совет Ежели возражений нет То начать с проблемы долга На него пролимший свет Билли Долг отец у нас большой Мы бы хотели всей душой Чтобы он у контрагентов На ушах висел лапшой Но они его етить Заставляют нас платить Мы же можем разве только Стан печатный запустить Только тут опять беда Чтобы отбиться навсегда Нам от энтихотэмиссий Пользы меньше чем вреда Потому как долг растет А инфляция не мед Ежели не найдем решение То кажись коллапс грядет Джон Так ищите вашу мать Я же должен понимать Что сказать электорату Как мне рейтинг поднимать У меня же расписан пул Это ж будет караул Я ж в предвыборной программе Энта не упомянул Камала Джон Тебе электорат Дал доверие Мандат Так как ты у нас Первейший в нашем деле Демократ Ну и что что долг растет Население живет И не ведает об этом Так что плюнь Иди вперед Джон Для развития страны Мы затронуть сейчас должны Социальные аспекты То бишь юбки и штаны Что у нас на этот счет Как смешение идет Каковы у нас успехи И чего еще нас ждет Вилли Мы добились гегемон Чтобы она А также он Назывались средним родом Типа как бы испокон Тут у нас проблемы нет Нам теперь нужен декрет Чтобы черных, белых, красных Обличить в единый цвет Колер можно предлагать Предлагать голосовать Я однако предлагаю Всех зелеными назвать Плюсы думаю ясны Ведь зеленый цвет весны А другие никакие Нам и нафиг не нужны Джон Энто значит будет что И не энто и не то Как мы сможем В перспективе разобраться Кто есть кто Энто все электорат Энто негр Тот мулат Как считать их Ежды станут все зелеными подряд Камала Гегемон Не торопись И внимательно всмотрись В энтом самом предложении Есть большой резон Кажись Черный, белый, голубой Красный, желтый Да любой Потеряв свое название Станут массою Гурьбой Половых отличий нет Да к тому же зеленый цвет При таком раскладе Править ты могешь Еще сто лет Джон Что же Ежли этот путь Даст мне сил Врага нагнуть Перекрашивай Пожалуйста Но не быстро По чуть-чуть Дальше внешние дела У меня мысля была Но она куда-то делась Вероятно что ушла Кто напомнит мне ее Тот величие мое Над деменцией поднимет Крест поставив на нее Тони Мысль Мысль светлейшая Это форменный скандал Это форменный скандал Враг все наши планы Знал Значит ей для этих целей Предоставлен был канал Это ж не хухры-мухры Это ж феномен дыры В очертаниях нашей внешней Политической игры Камала Гегемон Хорош орать Надо что-то предпринять У границ А энту бабу Тихо нейтрализовать Например Качнуть одну Полоумную страну Чтоб с Россией В перспективе Спровоцировать войну А супружницу посла Как очаг И корень зла Мы сошлем Куда подальше Скажем с этого числа Джон Ну допустим Я страну Полоумную качну А не выйдет Что я этим Как бы сам конфликт начну Камала Предводитель Ты пойми С полоумными людьми Очень просто Ты качни их И в стороночку прими А они уже потом Сами сдвинутся на том Что их мыслях небывало И становятся скотом Джон Коли сами Энта да План хороший господа Разыскать посла России И доставить мне сюда А супружницу его Мы тихонечко того Но когда его не будет Типа дома самого Разыскали Егора И для разговора С официальными лицами Велели явиться Егор Настя, милая душа Извини, что я спеша Но моменту для разгона Нет сегодня ни шиша Плюнь на стирку На еду Я предчувствую беду Нынче, Настя, к этим гадам Без тебя я не пойду Настя Не могу Прости, Егор Выйдем-ка с тобой на двор Потому как очень важный Есть по теме разговор А в дому никак нельзя Понаставили жучья Донесение от Маруси Получила нынче я И выходит из него Что Буян, скорее всего Опоил печеньем с чаем Сателлита одного Нынче он и паразит А дурев на нас бузит А в его руках на запад Крайний газовый транзит Ях сказать тебе должна Ситуация сложна Дипломатия сегодня Нам как никогда важна Так что, милый, не зевай Шибко рот не разевай Но и спуску паразитам Слишком сильно не давай Как ни крути, а делать нечего Надо идти навстречу Надел Егор портки Побрился И на совет явился Егор Добрый день, бонжур, хэло Не сказал бы, что зело Рад вас видеть Но, однако, приглашение пришло И пока причины нет Мне отказ давать в ответ И скажите, что желает Ваш овальный кабинет Джон Мы желаем одного Чтоб Россия никого Ни к чему не принуждало Без согласия моего А на медне Ваш сосед Сообщил, что он раздет И вообще Претерпевает он От вас немало бед Мы не можем допустить Чтобы вы его етить И его желаем В членство В нашем блоке посвятить Егор Уважаемый глава В этом смысл есть едва Вы решением Энтим наше Ущемляете права Ежели ты заметить мог Там уже не ваш черток Вы нас сильно напряжете Продвигаясь на восток А сосед, что обнаглел Он печенье переел Да к тому же Обпился чаю Что ты нам послать хотел Так что прекращай мутить И заканчивай шутить Тут, родимый, не до шуток Ты улавливаешь нить Джон Я, Егорка, не привык Брань терпеть от горемык Поумерь хотя бы немножко Шибко острый свой язык И запомни наперед Мне как в горле кость народ Что не слушает советов И подачек не берет Мы, творцов, таких идей Не считаем за людей И для них не пожалеем Ни гробов и ни гвоздей Так что убирайся прочь Коль для вас настанет ночь Мы ничем уже, пожалуй, Не сумеем вам помочь Ушел Егор с совета Не видя перед собой света Чувствуя, что положение Достигло пика своего напряжения Пришел домой И встал как немой Дома темно Шторы задернуты Все опрокинуто Все перевернуто Отдернул шторы Пустил света Огляделся А жены нет Тронул печь Простыла На печи каша остыла Закручнился Егор Башку в кулаки упер Что делать не знает Сидит ногой качает Ну, сколь не сиди А делать что-то надо Решил для начала Навести порядок Все поставил на место Вдруг видит горшок С тестом Не смел Егора надеяться Глядь, а из теста Записка виднеется Взял ее Егор Вышел с ней на двор Стоит, читает И все понимает Нету времени, Егор На подробный разговор Потому как их агенты В наш уже проникли двор Ты меня, Егор, прости Не смогла себя спасти И позволила злодеям В жизни к козне привести Где меня тебя искать Не могу, родимый, знать Но уверенно отыщешь Чтобы вновь поцеловать Мысли у Егора разбежались Кулаки сами с собой сжались Столбом Егор стоит Только зубами скрипит Ну, думает подлый враг Значит, вот ты как Замахнулся своей рукою На самое на святое Ну, теперь держись Бой пойдет не на жизнь Но да, это все впереди Сначала нужно жену найти А где ее искать Не дано знать Ну, все одно сдюжу Отыщу, обнаружу Землю переверну А Настю верну Быстро Егор собрался Бичевой подвязался Холодную съел котлету И пошел по свету Сквозь мрак непроходимый На поиски любимой Сколько Егор ходил Сколько потратил сил Мы теперь не сочтем Да и дело совсем не в том Люди ему встречались разные Черные, белые, красные Кроткие и лихие Но в целом неплохие И нигде Егор не разглядел Чтобы кто-то войны хотел Живут люди, трудятся Торгуют, метут улицы Деток своих растят Никак войны не хотят Выходит не в них дело А в тех, кто ими руководит умело В носителях, так сказать, капитала Которым, сколь не дай, все мало В общем, где только Егор не бывал Каких только блюд не едал Никто его не обидел Но Насте никто не видел Раз нет ее на Буяне Решил искать в океане Взял Егор утлую лодку Прочел погодную сводку Вроде бы море тихо Поставил он пару слиха Оттолкнул от берега свой челнок И поплыл на восток Сквозь все ветра и напасти На поиски милой Насти Два дня все хорошо было А на третий день заштормило Закипел океан, забурлил Словно конь под светлом заходил Волны бьют одна за одной Каждая с дом величиной Сколь не пытался Егор Лодку сберечь А все одно она дала течь А урагану и того мало Вдруг, откуда ни возьмись скалы Ураган еще сильней налетел Закрутил челнок, завертел И со всех своих дюжих сил А скалы его разбил Очнулся Егор на песке Видит, солнце встает вдалеке Знатно стал быть искупался Ну, хотя бы в живых остался Огляделся Егор Занятно Где он есть, совсем непонятно И что это такое за место Решительно неизвестно Но тут как ни крути Надо вставать и идти Встал Егор, отряхнулся Вкруг себя оглянулся Вдруг видит, что такое Лежит на песке что-то большое Сначала подумал, глыбище Подошел, а нет Огромное рыбище Лежит, плавниками водит С Егора глаз не сводит А глаза у нее большущие И как будто чего-то ждущие Егор Ну, здорово, рыбокит У тебя печальный вид Рыбе в море должно плавать А она в песке лежит Я готов тебе помочь Ешь, где только ты не прочь Потяну тебя за хвост я Чтобы к морю отволочь Взял Егор рыбу за хвост Приподнял ее во весь рост К морю подтащил И на волю отпустил Кит хвостом махнул Глубоко нырнул Маленько оклемался И на свет показался Рыбокит Кто ты, добрый человек Не забуду я вовек Как ты спас меня от смерти И на гибель не обрек Как тебя мне величать Ты изволь-ка отвечать Толку что стоять на месте Глазы пучить и молчать Егор Я, наверное, одичал От того и замолчал Я ведь рыбоговорящий Раньше толком не встречал Но уж коли вышел скор Наш с тобой разговор Называй меня Егором Ведь зовут меня Егор Рыбокит Я, Егор, знакомству рад Ведь отныне ты мне брат Хочешь, я со дна достану Жемчуг в тысячу карат Только свистни Ей же ей Все сокровища морей Моментально станут Знаком благодарности моей Я ведь царь морских глубин Океанов господин И во всем подводном мире Я вообще такой один Егор Благодарствую, рыбокит По-пацански без обид Но вопрос обогащения Придо мной не стоит Тут иная есть беда Кое-какие господа Выкрали мою супругу И запрятали куда Ты нырни на глубину Огляди свою страну Может где-нибудь Отыщешь в глубине Мою жену И, пожалуй, заодно Глянь внимательно на дно Где на днях взорвали трубы Может что-то там видно Рыбокит Что ж, тогда я поспешу Всех селедока прошу Призову к ответу скатов Звезд морских разворошу Ежели здесь твоя жена То считай, что найдена И про трубы разузнаю Чья на них лежит вина Ушел кит под воду К своему народу Не прошло и пяти минут Как он уже снова тут Рыбокит Вот тебе, Егор, мой брат Из глубин морских доклад Молчаливые акулы И дельфины говорят Что средь всех моих морей Нет супружницы твоей Стало быть, она на суше Спрятана всего скорее Что касаемо до дна Диспозиция ясна Тут видна рука буяна И отчетливо видна Что прикажешь делать мне Оставаться в стороне Или все же дать оценку Происшествию на дне Как-никак в глубины вод Вышел сероводород И народ мой недоволен Загрязнением природ Егор Раз мы на волне одной Так давай Айда со мной Побеседуем, пожалуй, мы С взорвавшейся страной Сколько можно слушать враг Объясним им, что и как Пусть узнают дармоеды Кто начальник, кто дурак Рыбокит Прогуляться я не прочь И готов тебе помочь Даром мнения о буянии Я такого же точь-в-точь Знать пора бы место им И не лезть в дела к другим Залезай ко мне на спину Поплывем, поговорим Какое не есть А решение Воспользовался Егор Приглашением И вот так На китовой спине Поплыл Егор По волне По морю По океану К острову Буяну А на буянии с утра Духота стоит и жара Кабинет уж давно собрался А старый Джон задержался Пошел на пляж пить коктейли И нету его доселе На силу его разыскала Его заместитель Камала Камала Дорогой правитель Джон Ты страной рулить должен Ведь международный климат Нынче дюжин напряжен Прекращай уже чудить Непонятно где бродить Вот держи тебе шпаргалка И айда руководить Допил Джон коктейль Настроился на цель Посеменил к цели Да как-то еле-еле На ковре запнулся Носом в пол уткнулся Хотел было уже назад возвращаться Но передумал Решил совещаться Джон Настоятельно пророс У меня такой вопрос Что у нас сегодня с носом У меня на месте нос Ежели скажем это так Значит в том победный знак И тогда мое падение Это в сущности пустяк Камала Нос на месте господин Он у нас такой один Он на самой середине Из возможных середин На смещение не гляди Нос по центру впереди Поворачивай бумажку И к делам переходи Джон Значит так Теперь дела Мы супружницу посла Тихо нейтрализовали Как очаг и корень зла Я хотел бы вас просить Мне сюда ее явить Чтобы так сказать Пристрастно и публично Допросить Вошла охрана Из гвардейцев Буяна И для допроса С пристрастием Доставила Настю Джон ее как увидал Чуть с трона не упал Глаза таращит Челюсть уводит С Настей глаз не сводит Это как же Краса такая А не его чужая В общем Знать Джон не хочет ничего Должна быть она его Джон Я мадам Не ловелась Но готов пойти сейчас Чтобы с вами обвенчаться И женою сделать вас Коль пойдете вы со мной То своею красотой Приподнимите сакрально Пообвисший рейтинг мой Настя Поостынь губитель душ И прими холодный душ У меня на этом свете Есть уже любимый муж Ты хоть тут и голова Но заиньте за слова Он тебя простит едва ли Да и пощадит едва Джон Никакого мужа нет Мне соврать не даст совет Сгинул где-то в океане И покинул этот свет Ты свободно И со мной будешь Верную женой Соглашайся лучше миром Не приму ответ иной Камала Гегемон не торопись От греха остановись Тут у нас образовались Неприятности Кажись Глянь у берега стоит Чудо-юдо рыбы кит И кажись посол России На его спине сидит Каб не вышло тут чего Ведь она жена его Он за это нам предъявит Так сказать скорее всего Джон Ну и черт с ним Все одно Залпом их и всех на дно Исполняйте приказания Даром что ли оно дано Рыбы кит Не хочу тебя пужать И советом обижать Но орудие прямо скажем Я не стал бы заряжать Ежели я сейчас чихну Да еще хвостом махну Это вызовет в округе Здоровенную волну И она тогда буян Будь он трижды окаян Просто смоет как песчинку Прямо в море океан Так что прекращай дурить Так нам кашу не сварить Предлагаю конструктивно О делах поговорить Ведь важнее всего дела В них очаг и корень зла Ты нарушив все законы Полонил жену посла Да к тому же в глубинах вод Подорвал трубопровод Разбросав в нейтральных водах Мирный сероводород Ты преступник Ты злодей Ты толкнул на смерть людей Опаив их псевдочаем Завирательных идей И теперь на этот счет Ты обязан дать отчет Но что с тобой делать Пусть решает твой народ Джон Это заговор и месть Я в делах-то не бог весть Я вообще неадекватный У меня и справка есть А злодеи вот они Беспардонные скани Здесь свои вершили Козни за моей спиной в тени Предлагаю их распять Вздернуть, шлепнуть, расстрелять А меня пустить с миром Я пойду уже гулять Рыба-кит Слово за тобой, Егор Или продолжайте спор Или нынче же заключайте Полный мирный договор Но хочу предупредить Лучше их судом судить Да потом еще забором От людей огородить Егор Я по жизни не судья Но судить могу и я Что при всем желании Вы нам не подходите В друзья А врагов у нас без вас Предостаточно сейчас Так что подвожу итоги И таков мой будет сказ Мы тихонечко живем Вы на острове своем Мы в России А между нами будет этот водоем Ежели на мою страну Зла попытку хоть одну Предпринять Решите сдуру Вмиг отправитесь ко дну Смысл ясен? Инвалид Чудо-юдо Рыба-кит Будь гарантом нашей сделки По-пацански без обид Рыба-кит Уговор так уговор Будь по-твоему, Егор Мы подобным договором Враз купируем раздор Ты за мной, как за стеной Ведь они шутить со мной Не посмеют А теперь я Познакомь меня с женой Настя Здравствуй, чудо, рыба-кит Бабье сердце говорит Что конец международных Намечается обид Это правильный уклон Он нам всем теперь нужен И зато тебе нижайший До самой земли поклон Рыба-кит Что ж, красавица, прими Поздравления мои На предмет соединения Вашей, так сказать, семьи Красота, Егор, прости Прямо глаз не отвести Но куда вас На Канары В Ницу В Канны отвести Назови, любезный мой Уголок земли любой Враз доставлю Так что будешь Ты вполне доволен мной Егор, нам не надобно Одним Ни Варшава И ни Рим Отвези нас, лучших детям Мы соскучились по ним Ведь пока мы тут вдали Дипломатию вели Дети тоже чай скучали И, наверное, подросли Так что, друг, любезный мой Отвези ты нас домой При твоих-то скоростях нам Тут недолго По прямой На то мы договорились И к родным берегам пустились Туда, где Сонька с Тимошкой Шалят понемножку Где куры да гуси Где старушка Маруся Где родимый дом Да и кончим на том Ведь сколько сей сказ не горчит А были из него торчит А коли где и была ложь Ты кто рассказчик дурак Что с него возьмешь А у нас спокон веков Спросу нету с дураков Спасибо Спасибо Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok